Здравствуйте, уважаемые друзья! Вечер, за бортом всего лишь 12 градусов Какое-то непонятное, то ли дождь, то ли не дождь идет И меня спрашивают такой вопрос, который связан с работой и учебой во время... Точнее, с работой во время учебы, пока ты находишься здесь в качестве студента И вот меня спрашивают, если ты работал во время учебы, то будут ли какие-то проблемы из-за этого с получением Postgraduate Work Permit И какие-то нюансы есть подводные с тем, чтобы потом получать статус Permit Resident, иммигранта Значит, отвечая по порядку, если мы говорим про работу во время учебы, то по канадским законам это разрешается в случае, если у тебя программа подразумевает стажировку, практику рабочую для закрепления профессиональных навыков Например, я не знаю, ты учишься на программе воспитателя детского сада, и для того, чтобы отполировать свои навыки, ты должен несколько месяцев отработать в детском садике К примеру, да, условно говоря Соответственно, ты получаешь вместе с студенческой визой еще рабочую визу Но ты можешь работать только лишь в период, когда у тебя есть эта практика, да То есть практика, точнее, эта рабочая виза, она заточена именно под эту историю Конечно, теоретически ты можешь злоупотреблять всем этим делом, точнее, практически Но теоретически у тебя эта рабочая виза только лишь для одной единственной цели Во всех остальных случаях, напоминаю, студенты в Канаде имеют право работать фуллтайм не более 20 часов в неделю Или полноценные 40 часов в неделю во время каникул То есть наступает лето, студент вместо того, чтобы учиться брать летний семестр Он начинает работать и работает, начиная там, не знаю, с 1 мая по 20, обычно там 7, 6 августа То есть получается практически 4 месяца И здесь все нормально, здесь все по закону, да Теперь, что касается Postgraduate Work Permit Рабочая виза для выпускника Никакой связи с тем, какая у тебя была виза в плане рабочая, нерабочая во время учебы Или только студенческая здесь нет По закону, опять же, любой выпускник канадского учебного заведения Если это была фуллтайм старри Если это была учеба на программе аккредитованного учебного заведения Такая учеба дает право, а не длительности не менее 8 месяцев Такая учеба дает право тебе претендовать на рабочую визу Все, ты ее получил, если выполнил все эти условия, про которые я сейчас сказал И спокойно себе работаешь Если ты попадаешь под выполнение определенных критериев Как то, работа не менее 12 месяцев по профессии То ты получаешь право на смену статуса с рабочего на иммиграционный Все, на этом тема заканчивается Здесь все четко и понятно Единственный маленький подводный камень, да, момент, который просто вы должны знать Люди не всегда об этом знают И для меня это удивительно Это то, что если ты работал во время учебы Если у тебя была кооп-программа, да, если ты стажировался То некоторые люди полагают, что этот стаж, который ты получаешь во время учебы Работая, он будет тебе засчитан в эти 12 месяцев Которые тебе необходимо отработать для того, чтобы поменять свой статус Нет, друзья мои, к сожалению Как бы такая история не работает, не канает А такой стаж в целях получения статуса PR не работает То есть вы должны будете отработать 12 месяцев после окончания вашего диплома По Post-Grad Work Permit И только этот опыт будет вам засчитываться для того, чтобы вы получили статус PR Но в качестве пилюльки, да, подслащенной Прессов сказала, что когда вы стали PR И когда вы подаете уже на гражданство Прожив три года из шести предыдущих Ой, пяти предыдущих, пардон На территории Канады в качестве PR Опыт, который вы получаете Этот опыт, он вам засчитывается Ну, я имею в виду, когда вы учились Ваша жизнь в качестве студента или в качестве рабочего Засчитывается вам в объеме тридцати шести пяти дней То есть один год вы себе можете скостить То есть, условно говоря, вы прожили на территории Канады Не три года, а два года Но до этого, допустим, вы прожили в общей сложности шесть лет В таком случае, там день за два идет В таком случае вы можете себе засчитать 365 дней И это будет идти вам в счет вашего PR И через два года жизни Плюс тот бэкграунд, про который я сказал Вы можете подавать на Канадское гражданство Я считаю, это такая попытка подсластить пилюльку Ну, пожалуй, все по этому поводу Надеюсь, на тему, на вопрос, точнее, я ответил И тему вам раскрыл За всем откланиваюсь Всем хорошего дня и счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok